Коллеги, новейший выпуск, значит, где-то Open Air, ну, другой формат немножечко, значит, вот Самарская областная библиотека, все как мы любим, значит, но сегодня у нас будет новейший формат, значит, получается с Аленой, Алена. Алена сегодня выдаст, вот, а что выдаст, мы еще не знаем пока. Сейчас посмотрим внимательно, насколько Алена смышленая. Алена, скажите, пожалуйста, вы вот вообще, ну, вы женщина, понятно все, да, это самое, когда вы, допустим, институт окончили? Два года назад. Какую специальность? Строительство. Очень хорошо, то есть вы в строю бате, в принципе, учитесь? Держите. Тяжеленькая, весистая. Что вы будете делать с этим? Вообще, я предполагаю, что это можно открыть. Сейчас самое важное, смотри, ты правильно все предполагаешь, посмотри, поверни чуть-чуть, смотри, видишь, вот здесь, раз, ремешок, два, ремешок и три ремешок, да? Да. Представляешь, что вот сюда вот продевается ремень, и как бы ты можешь это нести на плече. Да. Ну вот, на плече. А ты понимаешь, что их три? То есть там ты можешь и так нести, и этот нести, то есть, ну, по-разному. Да. Да, да, да. Как будешь, почитай пока вот, что написано там. В окончании разговора трубку уложить в гнездо крышки. Чувствуешь уже, ощущаешь, да? Да. Хорошо, хорошо, да. Какие мнения вот сейчас у тебя до открытия? Что это? На самом деле на внешний вид похоже на устройство, которое... на устройство, которое выдает музыку, возможно. Я думала, что это что-то с именно аудио, но после прочтения надписи я поняла, что это какая-то телефония. Абсолютно правильно. Молодец. Смотри, там вот на этой белой берке, на белой берке, это специальная берка, на ней подписывают, что к чему. Да, 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 да. Вот на ней, прочитай, что написано. Там, там мутно-мутно, там карандашом уже стерлось все. Начальник УООР. Я не знаю, что такое УООР. И тебе не надо знать, что это такое. Давай открывать. Давай, идти ков. Не-не-не-не, положи его на... он очень тяжелый, и там ты не справишься так просто. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Варь. Большие трудности с открыванием. Ну, это нормально совершенно. В медное время это нормально. То есть, что ж ты будешь делать? Значит, нужно плотно пальцем вот большим, да, нажимать, нажимать, да, да. И опускать вниз. Да, 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 да. Нет? Ну, сейчас я тебе помогу. О, удалось. Вот, Алена сама-ка справилась. Смотрите внимательно. Открыла. Что внутри? Внутри телефонная трубка. Так. И пара кнопочек. Так. Здесь есть какие-то буквы. Так. И надписи. Так. Включение аппарата на контрольной станции. Продувание в исправном аппарате слышно сильно. Во включенном в линию слабее. В режиме ЦБ отбой дается укладкой трубки на кнопку гнезда крышки ящика. В режиме радио, говоря, нажимать, слушая, отпускать клапан микрофона. При плохой слышимости нажми кнопку У, говоря, отпустить ее. То есть, когда мы говорим, мы нажимаем кнопку, когда мы хотим получить ответ, мы ее отпускаем. Да. Ну, выглядит достаточно старо. Ну, ты уже несколько раз прочитал название этого устройства. Перед тобой сейчас ТА-57. Это военно-полевой аппарат. А советские номенклатуры, все военные, они были связаны с годами. И 57-й – это 57-й год. То есть, вот это устройство 57-го года. Сейчас я тебе дам мануал, как бы, на нашем языке это так называется. Ты его прочитай чуть-чуть, но не все обязательно читать, а тезис там, что тебе интересно. ТА-57 – военно-полевой телефонный аппарат универсального типа с системой индукторного вызова производства. Выпускается с 1957-го года. Поступил на вооружение, ну, соответственно, в 57-м году. Пришел на смену ТАИ-43. Дальность связи – 35-40 километров, 40-45. Также имеет возможность увеличивать дальность приема на 30% путем применения усилителя приема нажатия рычага У. Ну, хорошо, все. Дальше можешь не читать, там, для себя просто прочитай, что там интересное есть. Вот. Ну, ты осознаешь, как бы, масштаб этого устройства? Да. Значит, рассказываю тебе, что делают деды, которые вот старые совсем. Вот. Ну, не такие, как я, а еще старше. Есть две дачи. Ну, вот дачи, дачные участки, да? Ну, и, соответственно, один дед на одной даче живет, а другой дед на другой даче живет. И они прокладывают полевой кабель между тургробом, военной деды, естественно. И у них два таких телефона. И они по ним разговаривают, понимаешь? Бесплатно совершенно, как бы, полностью бесплатно. Сейчас, подожди, сейчас ты все изучишь. Поставь вот его на скамейку. Вот. Смотри, он немножечко сломанный. Он не совсем хорошо работает. Ты видишь, вот у него есть сбоку ручка. Да, я обратила на нее внимание. Да, да, да. Вот ты ее сейчас вот так вот на себя потяни. Она, да, 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 да. Вот. И она крутится. Ну, она с трудом. Да, должна крутиться, правильно все. Должна крутиться с трудом. Вот. Это генератор. То есть он генерирует электрический импульс. Вот. Еще в нем есть батарейка. Я прочла об этом, что... Где ты найдешь батарейку? Найди. Ну, я так предполагаю. Правильно все. Доставай все оттуда. Это там батарейки самой нет? Это запчасти просто, да? Ну, как бы вот ты понимаешь, зачем все это, да? А сейчас, Олесь, готовься, Лёля. Самое сложное. Сейчас самое сложное. Эту штуку плоди. Пока смотри на нее. Значит, тебе нужно найти, где в этой штуке, вот в этой сложной штуке, это же телефон, где у него подключается кабель. Можешь найти? Это такие разъемы должны быть. То есть там несложно все. То есть разъемы электрические, да, куда можно кабель подключить. Пока посмотри, вот, ну, поизучай. Ну, что-то вот с этим связано. Это, как тебе объяснить, это такие штучки, которые обеспечивают тоже связь, но нет. Нам нужно искать именно место, куда подключается кабель с тобой сейчас. Это батарейка. Здесь батарейка лежит, да. Что-то вот здесь связано. Где-то здесь, да. Надо искать, надо искать. Сейчас посмотреть. Вот, просто представь. Ты находишься на войне. Значит, ты из одного окопа в другой тянешь телефонный кабель. Он у тебя в такой катушке. Такая катушка. Ты за собой ее тащишь. Дотащила. Все, прекрасно. Дотащила. У тебя с собой два вот таких вот устройства. Одно ты оставила там в том окопе, второе ты тащишь с собой. Вот. И ты на месте, когда ты дотащила, тебе нужно оконичить кабель. Понимаешь? Это такая вот непростая задача. Вот где, где вот конец? Где, посмотри, пожалуйста, где конец в этой штуке? Очень непонятно. Хорошо, хорошо. Смотри. Поскольку мы с тобой находимся на войне, значит, первый пункт. Мы не ищем, где конец. Пусть другие найдут. Мы с тобой занимаемся только оконичиванием. Держи кабель. Эту штуку клади. Она больше не понадобится. Смотри. К сожалению, настоящий военно-полевой кабель я не смог тебе найти. Наш друг Александр из антиклара как бы тоже не смог помочь. Вот. Это обычный кабель, ну, обычный электрический кабель. То есть, в нем нет никакой специфики. А вот это, это боевые бокорезы. Это такой хороший инструмент, качественный очень. Вот смотри. Ты вот это вот, которое вот сейчас зачищено, ты можешь отрезать. Прямо отрежь. Да, прям так раз. Как вы понимаете, сил у меня мало, но в войне бы я не выжила. Вот, смотри. А теперь самое сложное. Вот. Военно-полевой кабель, он другой немножечко, вот. Но этот тоже подойдет. Смотри. Значит, ты видела длину, да? Вот такая вот длина, примерно 2 сантиметра где-то. Да. Смотри. Вот надо сейчас взять вот эту штуку. 2 сантиметра вот так отмерила. Да. И отрезаешь. Нет, нет. Но не совсем. Не совсем. Тебе нужно только изоляцию снять. Попробуй. Тебе нужно прокусить, прокусить. И потом вверх. Нет, нет, нет. Вверх. 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 Вот. Все. Все, ты сделал. Все. Все. Пальцами тащи теперь. Пальцами. Вот. А теперь следующая задача. Она точно такая же, как первая. Но только теперь нужно каждый кабель, каждую вот эту вот кабелюку маленькую, точно так же прокусить. И достать медь. Чтобы вот медь была. Вот у тебя почему-то медь уже досталась. Я не знаю, почему. Я плохо вижу просто. Да. Аккуратно прокусить. И точно так же снять. Вот один получился у тебя уже. А что с вторым? Вот. Прекрасно. Прекрасно. И вот теперь эту штуку, ты подключаешь в эту штуку. А куда? А ты еще не разбралась куда? Я не знаю куда. Это в одно место куда-то? Или оно как-то... Это два разъема. Два разъема наматываются. Они наматываются на... Сюда куда-то, нет? Ну, примерно. Ладно. У меня единственная версия, что это наматывается вот на эти пипочки куда-то. И они еще нажимаются. Нет, Лель. Ни на какие пипочки они наматываются. Нет, нет, нет. Но ты почти... Сдравляются? Лель, ты почти справилась. Ты почти справилась. Ты большой-большой молодец. Давай, значит, скажем нашим друзьям, которые смотрят это видео, что мы их очень любим всех. И попрощаемся с ними на французском. Ты знаешь французский? Ари-балар. Прекрасно. Спасибо. До связи.